Здравия всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков и в этом видео я предлагаю показать вам жизнь на Марсе. Дело в том, что действительно Марс давно изучают и со спутников, и с марсоходов. Я хочу вам показать те видео изображения, которые мы получили с Марса, которые позволяют сделать вывод, что Марс живой и был живой в прошлом, и скорее всего в настоящем. А перед тем, как начать, прошу вас подписаться на телеграм-канал и даже на тикток, потому что там намного больше информации, интересных видео и нет такой цензуры, как в интернете. Все ссылки на главной странице канала вверху есть. Перейдите, подпишитесь. Ну, хочу начать с того, что в 2019 году на Марсе оказался новый марсоход Curiosity, либо любопытство это переводится, который был оснащен многим количеством камер, различными другими приспособлениями для изучения, есть ли жизнь на Марсе. И он присылает очень много интересных изображений. Часть из них наука признает, но часть и не признает. Но мы посмотрим все изображения, чтобы понять, что же там такого интересного. Дело в том, что в 2018 году был сделан доклад, в котором ученые писали на Марсе наличие подледного озера, то есть воды. А раз ли есть вода, значит должны быть и другие признаки жизни. Они стали пересматривать старые фотографии и обнаружили вот в этот объект. Более детальное изображение показало, что, скорее всего, это окаменевшее дерево. Вот при приближении оно выглядит вот так. Ну, на самом деле это самое простое, потому что, опять же, изучая Марс сверху со спутника, были показаны русла бывших рек, были найдены минералы, которые соответствуют именно жидкой воде. И было доказано, что раньше на Марсе было множество жидкой воды. Соответственно, была и жизнь. Плюс спутники НАСА сейчас фиксируют подобные идеальные объекты. Они идеально симметричны, и ученые удивляются, что же это такое. Причем появляются они при окончании марсианской зимы. Скорее всего, это именно какие-то живые формы жизни, нам сегодня неизвестные. Ну, конечно, наука это не признает. Говорит, это просто песок так сформировался. Сформировался как живой объект. Но дело в том, что есть непризнанные снимки Curiosity. То есть, если изучить подобные объекты, то, что вы видите, то мы видим маленькие грибочки. То есть, огромное количество маленьких грибочков, которые появляются, когда начинает марсианское лето. Как вы видите, огромное их количество. Он и на Земле, и на этом объекте. Множество подобных фотографий. И те, кто изучает деятельность марсохода, говорят, что это очень похоже на грибы. То есть, видно, что на камне растут грибочки небольшие. И на Земле, и на камне. То есть, их огромное множество. То есть, полностью объект повторяет гриб на шляпке. Но вы видите, это фотографии с Марса. Или не с Марса, как вы думаете? Потому что есть множество видео, которые показывают еще более интересные чудеса. Например, как вот такие. То есть, если приблизить одно из изображений, которое передавал марсоход, и посмотреть, что же там, то мы видим муху. Муху. То есть, либо марсоход до сих пор на Земле, и нам просто мякоря об этом не говорят. Либо на Марсе есть жизнь. Какое ваше мнение? Ставьте его в комментарии. Если вы думаете, что муха это самое большое, что он там снял. Нет. Было снято множество движущихся объектов. То есть, есть как минимум три записи, которые показывают движущиеся объекты. Типа птиц. И все эти видео можете посмотреть в Телеграм-канале, либо в ТикТоке. Перейдите, подписывайтесь, смотрите. Потому что на Ютубе это невозможно показать. То есть, если приблизить подобные объекты, которые летают в небесах Марса или Земли, вопрос открытый, то это очень похоже на птицы. Ну, если есть грибочки, если есть какие-то симметричные образования типа растений, то почему есть мухи, почему не может быть и птичек? На самом деле же таких изображений множество. Вот еще один объект летающий там. На самом деле их там было два. То есть, сейчас мы увидим второй объект. То есть, две птички. Не одна птичка, а две. Ну, это к тому, что вот это случайно. То есть, либо это не случайно, либо это Земля. Тут двух вариантов нет. Но вообще ходят слухи, что, опять же, уфологи, которые изучают весь этот вопрос, говорят, что Кириосити туда направили не случайно. Что там как раз лежат обломки летающего какого-то аппарата гигантского. Да, можно было бы это, конечно, свести за шутку. Непонимание процесса. Но есть видео с Марса. И опять же, которые снимают Кириосити. И там опять же летают птички. Есть какие-то техногенные объекты. И вот такие вот штуки. Так что, может, уфологи все-таки не ошибаются. Либо эти чудеса происходят в съемочном павильоне на Земле. Оставьте ваше мнение в комментарии. То есть, и такие штуки не просто там ездят, либо находятся. Но еще и летают большие такие техногенные объекты. Типа кораблей. Опять же, есть фотографии вот такие, где видно, что кто-то потерял какие-то запчасти. То есть, это нельзя никак отнести просто на какие-то кирпичи. Виден какой-то металлический объект. То есть, искусственной природы. Ну, соответственно, есть множество изображений разрушенных городов Марса. Потому что, если посмотреть, есть вот такие вот области. Если их приблизить, видны улицы. То есть, действующие либо засыпанные в прошлом. Вопрос открыт. Потому что вот эта стрелочка показывает куполообразный объект. То есть, вполне вероятно, что здесь были города. Они погибли. Но жизнь все-таки сохранилась. И она ушла под землю. Потому что под землей более комфортные условия, чем на поверхности. Хотя на поверхности Марса они не всегда таки уж критичны. Они критичны в основном зимой. А марсианское лето более-менее благоприятное, между прочим. Поэтому вот этот объект. Видно множество параллельных улиц. То есть, он полностью соответствует нашим городам, которые есть у нас на земле. Тем более погибших цивилизаций. Опять же, огромный был город. Но он погиб. Кроме больших городов, есть вот такие маленькие разрушенные строения. Видно, что они были искусственные. Что их строили разумные существа. Но эти существа их покинули либо погибли. То есть, подобных фотоматериалов, которые присылают марсоходы, спутники, которые снимают Марс сверху. Их множество на самом деле. Но опять же, присылаются вот такие фотографии, когда мы видим именно симметричное круглое отверстие. Да, природа может сделать где-то дырку. Но когда симметричное круглое отверстие, оно характерно именно для разумных существ. То есть, для обработки человеком. Плюс встречаются и подобные чудеса. Когда марсоходы присылают фотографии марсианской поверхности. И там, да, обычная сетка для овощей. То есть, такое ощущение. Либо нас, мягко говоря, что-то недоговаривает. И съемки происходят на Земле. Либо на Марсе хватает огромное количество чудес. Нам сегодня непонятны. Так это не так. Решать вам. Вам для примера слева как раз запечатлен кратер на Марсе. А справа пустыня Атакама в Чили. То есть, если посмотреть так со стороны, они практически идентичны. Поэтому вопрос остается открытым. Где же все это происходит? Это происходит с видеосъемки на Земле? Либо это все-таки миссия на Марсе? Вопрос открыт. Оставьте свое мнение в комментариях под видео. Ну, если будут интересные ссылки тоже оставляйте под видео. Помните повторение мать учения. Новая информация сразу никогда не усваивается. Нужно смотреть ее столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы и на интересные группы будут в описании под видео. Нажмите кнопочку еще. Описание откроется и вы сможете перейти на эти интересные сайты. В том числе, подписывайтесь на Телеграм-канал, на ТикТок. Это поможет развитию канала и более интересной информации. Также напоминаю, что у меня существует мой сайт, где я размещаю не просто информацию, те же мои статьи, в том числе и запрещенные на Ютубе, но я открыл там и магазин. Магазин этот открыт для тех, кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я свою деятельность продолжал. Но те, кто не может мне содействовать и опять же хочет это сделать сам или купить в другом месте, пожалуйста, но только перейдите в магазин и посмотрите, что должно быть у каждого человека. То есть у каждого человека должна быть не просто информация, например, о жизни, тот же славянский гороскоп, потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь. Если вы его не знаете, вы живете с широко закрытыми глазами, но и то же самое, что опять же тот же Иван-чай, это универсальная система снабжения организма витаминов, то есть царь всех растений, Иван-чай. Тот же его П-метр, без которого нельзя понимать какую жидкость ты потребляешь, какую еду ты потребляешь. Опять же, этот магазин открыт и для тех, кому нужна помощь, кому нужна поддержка, то есть в том числе и техническая, кто хочет получить уже проверенные приборы, получить гарантию от продавца и все это будет готово просто к использованию. Не общаться с товарищами китайцами, а общаться с живыми людьми, которые вам помогут всегда. Дадут гарантию, если надо, заменят, хотя эти приборы так отработаны, что поломок фактически не бывает. А генератор живой воды, опять же, чтобы вы понимали, там вам нужно следить только за тем, чтобы была обычная работа, то есть была платиновая пластина, которая работает от электричества и все. Опять же, та же амарантовая мука, это цветок бессмертия, где вы возьмете не принципиально, он должен быть у вас, потому что там все основные аминокислоты, почему амарант, это цветок бессмертия, он называется, он не просто так, то есть вы его можете сами вырастить, найти в своей области, пойти тот же иван-чай собрать сами себе, но это должно быть у вас, потому что без этого нормальная жизнь, функционирование человека невозможно. То есть иван-чай это витамины, амарант это аминокислоты, тоже активное железо, это ваши кровяные тельца, ваши, опять же, стволовые клетки, которые помогут восстановить ваш организм. То есть все, что собрано у меня в магазине, как раз нужно каждому человеку, где вы это возьмете не принципиально, но принципиально о том, чтобы вы знали, понимали, как это работает, как это контролировать, ну и приходите те, кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности, для того, чтобы я ее продолжал, для того, чтобы сохранялась гармония во вселенной. То есть вы получаете полезную информацию от меня, ну и я получаю тоже полезную от вас. Спасибо.